Приветствую вас. Вопрос про подростковые, так сказать, сотрудности. Ребенок интересуется интимными сторонами жизни, вот, и, соответственно, все мысли сейчас девочки про это. Простит у мамы что-то посмотреть на эту тему, но из-за родительского контроля, как бы у нее не получается, соответственно, она просит маму, чтобы та ей показала. Мама переживает очень сильно над тем, боится, вот, и сравнивает себя с собой, что в детстве, в ее возрасте, мама, цитирую, значит, в основном занималась игрой в пупсах, слушала детские пластинки, читала книжки, в основном о подвигах добре и справедливости. Собственно, автора вопроса зовут Ольга. Дочь Ольги все рассказывает, вот, в том числе и об этом тоже. Ольга знает своих друзей ее, свои дочери, вот, в общем, как бы, отношения такие, знаете, Ольга. Я бы в первую очередь обратил внимание на вашу тревогу. Если вы слишком сильно тревожите за свою дочь и как-то вот сравниваете ее с собой, то есть вот, что вы прям боитесь. Ольга. Единственный, единственный вариант, при котором с ней может что-то случиться, это если ваша дочь жертва. Ну, психологическая, я имею ввиду. Вот, не психологическая, как бы, тут никто не зависит, а психологическая жертвенность, она существенно повышает шанс того, что что-то произойдет. Психологическая жертвенность у вашей дочери может быть только от вас. И, соответственно, вы, с учетом того, что тревожны, у вас очень явно ощущается тревожность, вот. Вы, с учетом того, что, судя по всему, одна, без мужчины, вот, то есть когда отца, ну, про отца ребенку вы ничего не пишете, вы обладаете действительно свойственными критиками некоторой такой жертвенности и подавлением себе, собственно, того, о чем ваш ребенок говорит. Ну, и, как бы, вот, все. Знаете, то, что у вас с ребенком такие отношения, как бы это не было следствием вашего какого-то чрезмерного страха за нее, вот. Есть лет по современным меркам, это уже возраст очень-очень большой. Нет, конечно, никто не говорит о том, чтобы начинать активную интимную жизнь, да, но дети в этом возрасте уже знают, а многие и пробуют. Говорить о том, насколько это правильно или неправильно, это, мне кажется, здесь несколько не является предметом нашего разговора, вот. Поэтому все, что вы можете, это отвечать дочери на ее вопросы и действительно как-то заниматься ее просвещением, вот. Ну, то, что я вижу, это тревожность за душ, это желание, вот, ну, в какой-то степени ее от чего-то защитить и оградить, вот. Ну, и в итоге, что из этого получается, да, как бы, ну, не знаю, хорошего из этого, это вот не получается, судя по тому, что вы описываете. Ну, вот, поэтому, да, это нелегко, безусловно, вот, но ребенок сейчас находится в подростковом возрасте, ну, это нормально, это абсолютно нормально. Поэтому, что вам делать и как вести себя с дочерью, мне кажется, вы способны решить с нами, вот, без психолога. А вот, как именно, естественно, да, вы можете решить после того, как поработать со своей тревожностью и, в общем-то, может быть, несколько подкорректировать свою жизнь, сделать ее более активной, более полной и, соответственно, может быть, не будете так переживать за дочь, так ее контролировать, что даже родительские контроли поставили и так далее. Ну, вы говорите, что она может посмотреть, что живет за дочь, но такого не лучше, если она с вами посмотрит. Ну, вот, что тут история такая, на мой взгляд. Ну, решать, конечно же, решать, конечно же, вам, безусловно. Вот, старайтесь, мне видится такой момент. Ну, и то, что вы спрашиваете по поводу сцен из фильма, я бы сказал, что, честно говоря, ну, это странно. Повторюсь, по современным меркам ребенок у вас уже достаточно взрослый. Он совершенно не должен искусывать, а как вы вели себя вы. Вот, дальше давайте, значит, разберем ваш вопрос в более подробном. Нельзя сказать, что отношения у нас идеальные. С моей дочерью десяти лет. Она много вспомнил рассказывает о своих всех друзях и отношениях с ними. Может быть, не все, но очень много. И как вы к этому относитесь. Как бы. Вы отдаёте себе, что вам ваша дочь забирает, а у нее в телефоне родительский контроль, как поставить? Если бы она мне не рассказывала, то я бы, наверное, все как ее мысленно. Я знаю, что в этом возрасте современные дети разговаривают, не ругаются, другая разматом. Одна из самых главных тем, у них это всяк. Это хорошо, что вы это знаете и хорошо, что это принимаете. Это в этом смысле вы молодец. Я хорошо знаю всех друзей, знаю многих родителей. Зачем Ольга? Вот зачем вам хорошо знаю всех друзей и их родителей? А ваши друзья где? Как бы. Знаете, вот ощущение, что дочь живет своей жизнью, а вы живете жизнью дочери. Нет. Может быть вы просто не затрагиваете эту тему. Может быть. Я не знаю. Дальше. Большинство родителей уверены, что их дети не ругаются матом, не думают еще о сексе, не воруют в магазине. А потом в основном это дети замечательных интеллигентных семей. Тут у вас явно какое-то вот немножко статусное мышление. То есть какая разница интеллигентная семья, замечательная или нет. То есть как бы это совсем не показатель того, что дети их делают. Есть еще культура, есть еще компания, как бы поэтому. Вот. Дети учатся в основном на 4-5, занимаются музыкой и спортом. А это здесь при чем? Ольга, ну вот как бы при чем то, что вы описываете и к тому как бы что вас волнует? Моя дочь считается очень много странной, так как не ругаются матом, не воруют чипа-чипсы и все рассказывают маму. Это правда странно. У вашей дочери есть проблемы с личными границами. Из-за чего может быть размыто и личное пространство ощущения и как бы того, что можно, а что нет. Проблема в том, что дочь очень сильно интересует вопросы секса. Почему это проблема? Она постоянно выспрашивает все. Почему это проблема там? Это нормальная, обычная физиологическая история. В чем здесь проблема? Началось все с того, что она в 7 лет начала рассказать о сексе от сверстников в школе и во дворе. Это тоже абсолютно нормально. Это было ужасно некрасиво. Для кого? Не, ну вот. Серьезно, для кого это было некрасиво и ужасно? Для вас? Как вы реагировали? Ну то есть, как вы воспринимали это? Так и говорили дочери, что это некрасиво и ужасно. Вот результат. Она видела вашу реакцию и фиксировалась на этом. Не только в этом дело, но это один из факторов. Так а что в этом ужасно там некрасиво? Так я и делала. А, я почитала, что нужно ребенку рассказывать поступление, только то, что интересует данный момент. Так а вы... Вы же этого не делаете. То есть, вы почитали, но вы не рассказываете ребенку? То, что вы интересует данный момент. Но сейчас у нее несколько всеми слабо. Так а три года-то... Как бы... Вы что делаете? То есть, я не очень понимаю. Вы... Значит, говорите, что в семь лет вам ребенок начал принять эти рассказы. И вы почитали, что ребенку нужно рассказывать постепенно, только то, что вы интересует. Но прошло три года, и... Что она узнала? Дальше. Так, сейчас мне нужно сказать об этом. Это нормально. Это нормально. Так, значит... Город говорит об этом не смещая совершенно. А чего смещаться? Почему этого нужно смещаться, Ольга? Опять же, к вам вопрос. Знаете, как будто бы у вас есть чувство стыда. Так, хорошо, что пока только разговариваю. Хорошо. Дети от девяти до тринадцати лет. И что, как раз, подростковый возраст. Дочь мне, как раз, пыталась посмотреть что-нибудь на тему секса. Но, на телефоне стоит родился гандрой. Такие темы не открываются. Опять же, она как бы... Ладно, ребенку было пять лет. Ну, семь. Вот. Мои уже десять. То есть, я к тому, что в современной культуре... Ну... Таковы реалии. Да, не очень хорошо. Безусловно. Но... Вот... Просто... Если... Большинство детей это начинает с этой темы знакомиться не с родителями. Потому что родители рассуждают вот примерно как вы. Так... Значит... 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 Поэтому, напротив, не разрешите посмотреть что-нибудь. Ну, не все проблемы. Чего вы боитесь-то? Да. Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что? Сейчас до конца она подогадает, посмотреть с кем-то на чужом телефоне, допустим. Да? Я думаю, можно устроить какие-то красивые цены в родстве. Нет. 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 Вы же не хотите романтизировать и идеализировать секс. Правда? Не надо. Ей всего десять. Нет. Ей уже десять. То вот у вас классическая история, что родители не замечают возрастление своего ребенка. А связано с тем, что судя по всему вы своей жизнью не живете. Да, и еще, если не родца, она не чувствует себя женщиной в полной мере. И не видит, как вы ведете себя. Как женщина. Любящая и любимая. Ну и подсознательно, через секс пытается этого добиться. Так. Прекрасно помню себя в этом возрасте. А при чем здесь вы в этом возрасте Олька? Вот вы-то здесь при чем? Так. У нее есть мальчик, хорошо, что только прогулки, совместные игры во дворе подарки. Очень много тревожных ольгий. Я не удивлен, что ваш ребенок так много интересуется сексом, потому что традиционно это один из самых легких способов снять напряжение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работать над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok